Снегоуборочный парад. Мэрия закупила более 20 единиц новой техники для очистки Владимирских улиц от снега и грязи. Горожане могли наблюдать в центре вереницу снегопогрузчиков, грейдеров, тракторов, комбинированной и прочей техники. По словам сотрудников Центра управления городскими дорогами, увеличение парка – мера необходимая. До этой закупки немножко нам не хватало единиц, потому что мы в связи с тем, что город расширяется, улицы добавляются, и мы были в очень напряженном состоянии. Приходилось работать вообще без выходных, чтобы нам чище и тщательно убирать улицу города, чтобы жители города могли любоваться нашим городом, что чисто все и красиво. Ежедневно и практически в круглосуточном режиме в городе работает от 20 до 60 единиц уборочной техники. А в сильные снегопады – около ста. Всего же в Центре управления городскими дорогами вместе с обновками сегодня числится 165 машин. Водители довольны. Больше не приходится делить технику. Раньше на одну единицу приходилось два работника. Ну да, работали подвое. Как бы ломалось. Сейчас с покупкой новой более-менее все хорошо. Ну уж лучше, чем старый. Так, ничего. Вся новая техника прибыла во Владимир из Смоленска. Машины взяли в кредит, потратив на их закупку 119 миллионов рублей из городской казны. Свою лепту внесла и областная администрация, подарив городу три единицы уборочной техники. Это новая комбинированная дорожная машина. ЖКХ меняется. Вы ее видели белая, зимняя. Летний подметально-уборочный пылесос. Называется он «Джонсон» с немецким оборудованием. Жители города его уже этим летом видели. Мы его в августе, в сентябре и в октябре уже им использовались. И мини-погрузчик «Антей». Тысячник маленький для уборки снега с пешеходных улиц, площадей и всего остального. Новая спецтехника уже прошла боевое крещение, проявив себя при ноябрьских снегопадах. Хватит ли ее для максимально качественной уборки Владимира от снега и грязи, как говорится, зима покажет. Если у жителей города возникнут вопросы или предложения, сотрудники центра призывают звонить по телефону 479-089. Диспетчерская служба работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера. Карина Романова, Станислав Трегубов, Губернии 33.